Референдум по новой Конституции состоится уже 30 апреля. Поэтому в этом видео расскажем о главных изменениях основного закона. Новая Конституция обновляется почти на 65%. В проект включили множество норм из других законов. В новой редакции Конституции указано, что Конституция является законом прямого действия. Это означает, что человек сможет обратиться в суд за защитой своих прав, ссылаясь исключительно на текст Конституции. И если положения Конституции распространяются на дело, то суды должны будут применять Конституцию без привлечения других законов и подзаконных актов. Суды не смогут отказаться от рассмотрения дела, объясняя это тем, что нет других законов, которые поясняли бы, что означает та или иная норма Конституции. До сегодняшнего дня суды предпочитали применять подзаконные нормативно-правовые акты. Первую статью Конституции, которая звучит «Узбекистан. Суверенная демократическая республика», в новой редакции предлагается дополнить понятиями «правовое», «социальное» и «светское государство». Что это означает? Правовое государство – это государство, в котором все равны и ответственны перед законами, принятыми на основе демократических принципов, и никто не стоит выше закона. Это предусматривается и действующей Конституцией. В статье 18 сказано, что все граждане равны перед законом. В статье новой редакции формулировка сохраняется. «Светское государство – это государство, в котором религия отделена от государственной власти и управления. То есть жить мы будем не по религиозным правилам, а по гражданским». Это не было предусмотрено Конституцией, но в законе о свободе совести и религиозных организациях говорится, что сохранение светского государственного устройства – один из приоритетов обеспечения свободы совести. Социальное государство – это модель государства, политика которого направлена на перераспределение материальных благ, доходов и богатств по принципам социальной справедливости. Делается это для того, чтобы сгладить социальные различия, выровнять уровень жизни и помочь нуждающимся. О социальной ориентированности государства сказано во многих законах Узбекистана, в том числе о молодежной политике, равных правах и возможностях мужчин и женщин, о правах лиц с инвалидностью и о судах. Формулировку «Узбекистан – суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления» предлагается закрепить без возможности пересмотра в будущем. В новой редакции сказано, что все противоречия и неясности в законодательстве, возникающие во взаимоотношениях человека с государственными органами, толкуются в пользу человека. Еще одно изменение касается Хакимов и Кингашей. Сегодня Хакимы возглавляют Хакимяты, то есть исполнительную власть, и Кингаши, то есть представительную власть. Это не соответствует принципу разделения властей. Новая редакция Конституции предлагает с 2024 года запретить Хакимам областей и Ташкента возглавлять Кингаши. С 2026 года запрет распространится на Хакимов районов и городов. При этом проект Конституции не запрещает Хакимам избираться депутатами и сенаторами. А давно обсуждаемая в обществе возможность выбирать Хакимов в проект не включена. В проекте Конституции закрепляются принципы и правила, по которым арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по решению суда. Без решения суда человека не смогут задерживать на срок более 48 часов. Лицо при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке его права и основания задержания. Сегодня это и так предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. В новой редакции Конституции также запрещается смертная казнь. Она и так запрещена с 2005 года. В новой редакции Конституции несколько раз упоминаются национальные и традиционные ценности. Однако определение этому понятию не дали. Оно также не встречается в других документах базы законодательства. Но формулировка «духовность народа», которая предлагалась в первом проекте Конституции, заменена на новую формулировку «общественная нравственность населения». По действующей Конституции для предоставления льгот нужно принимать отдельный закон. Сейчас в основном законе формулировка звучит так. Льготы могут быть установлены только законом. Новая Конституция предлагает устанавливать льготы только в соответствии с законом. И, наконец, новая Конституция предлагает увеличить срок полномочий президента с 5 до 7 лет. Если проект основного закона примут, то президент сможет вновь избираться на свой пост. Для справки, в 2011 году в Конституцию были внесены поправки, и срок полномочий президента сократился с 7 до 5 лет. А в 2003 году срок полномочий президента был увеличен с 5 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал и смотрите нашу видеоинструкцию о том, как голосовать на референдуме по новой Конституции. Продолжение следует...